Здравствуйте, уважаемые друзья! У меня в гостях известные азербайджанские ученые, профессор, чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Молдове и Грузии. Чуть не сказал в Армении. Господин Олег, здравствуйте, господин Олег. Добрый день, Михаил. Только я не действующий посол, я в свое время был там послом в Грузии и Молдове. Ну, у вас в любом случае титул в ранге посла, титул у вас остается. Профессор Алиев, сегодня я хотел бы с вами поговорить о последней публикации, которая появилась в таком издании, как Иван... Издание оппозиционное иранское издание, как я понимаю, выходит за предметом о 500-миллионном контракте в былореванной каваленте между Арменией и Ираном о поставке вооружений дронов, других форм, скажем так, кондициональной защиты и нападения для Армении со стороны Ирана. Дело в том, что эта информация, она как бы быстро наделала шороху в азербайджанских и армянских СМИ, и при этом пошло дозавоирование с двух сторон. С одной стороны Армения дозавоировала, что такой контракт существует, но это ожидаемо. В принципе, подобные контракты, они изначально заключаются за закрытыми дверьми и не предназначены для шокового обозрения, поэтому то, что дозавоировала армянскую страну, страна для меня удивительной не стала. Но для меня стало удивительно, когда, скажем, азербайджанские СМИ стали дозавоировать это сообщение о 500-миллионном контракте между Ираном и Арменией, называя это фейком, который распространен для того, чтобы убить клин между Азербайджаном и Ираном, намекая на то, что сейчас перед двумя странами возникает возможность углубленного строительства на фоне прихода господина Пизешкьяна, откровенного такого манифестирующего свою национальность и азербайджанца на постпрезидента Ирана. Вот как вы оцениваете, скажем, слухи о поставках на такую проблему вооружения Армении и со стороны Ирана? И почему мы видим редкое единодушие армянских и азербайджанских СМИ, которые спешат дозавуировать данную информацию? Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего, я должен сказать, что эту информацию я видел, и точно так же, как и вам, она с самого начала показалась не вполне достоверной, ну, потому что здесь надо просто обратить внимание на тренд в азербайджанно-иранских и азербайджанских отношениях, он на подъеме, отношения улучаются, и те проблемы, которые были два-полтора года назад, они как-то уходят в прошлое, и я надеюсь, что этот тренд достаточно твердый, и развитие наших отношений в дальнейшем будет продолжаться. Поэтому отношение у меня сразу к этой информации было настороженное, и я думаю, что, откровенно говоря, до этого я принял это, в общем-то, за, скажем, информационный выпад со стороны армянских СМИ, армянской стороны, потому что, зная, что Иран-Тенершил – это оппозиционное издание, оппозиционный орган, и влияние армянской диаспоры, в общем-то, на оппозицию, мы знаем, как они имеют возможность воздействовать на это, я расценил это как очередной шаг в информационной войне. Естественно, желание Армении вбить клин в наши отношения, оно было, есть и будет. Мы, несмотря на мирный процесс и все остальное, мы как-то понимаем, что, в принципе, от своих намерений противная сторона пока не отказалась и не отказывается, и поэтому здесь такая возможность нами рассматривается, это очень мной рассматривается. То, что касается самой информации, которая там прозвучала, я уже, в принципе, говорил как-то, что вот те масштабы вооружения, которые себе позволяют сейчас, во всяком случае, информационно позволяют армянская сторона, они, я думаю, что достаточно, значит, велики, чтобы бюджет Армении, который находится не в лучшем положении, экономическом положении, мог себе позволить. В данном случае речь идет о 500 миллионах, то есть полмиллиарда долларов, для бюджета это ощутимая сумма, и возникает сразу вопрос о целесообразности подобных трат в то время, когда у Армении есть десятки нерешенных проблем, а отношения с Азербайджаном, в принципе, идут в направлении, продвигаются все-таки в направлении, в конечном итоге к подписанию мирного соглашения, несмотря на все препятствия, препоны, там какие-то ямы, холмики и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о просто очередной какой-то дезинформации, которая, в общем-то, и взбудоражила общество сразу в нескольких странах, в соседних странах. Здесь надо иметь минуту также. Да, пожалуйста. Господин Ильич, вот, безусловно, скажем, задавая вопрос экспертам Азербайджана, я, конечно же, часто от них слышу полное непонимание, почему вообще Армения вооружается, ведь если Армения искренне хочет мира, значит, тогда Армения бессмысленно тратит деньги на потенциальную войну. Но здесь, конечно, всегда можно привести контраргумент, ведь Азербайджан тоже вооружается, да и вообще получишь мир, а готовишься к войне. То есть, скажем так, отсутствие войны, оно гарантируется, с одной стороны, интеграцией двух стран, как минимум экономической, с другой стороны, военным паритетом, когда стороны понимают, что война, как решение противоречия между ними, бессмысленна, потому что тут же будет военный клинч. То есть это гласные факторы, сдерживающие военное противостояние. Но это политическая оценка. Я вас, как доктор, профессора, хотел спросить о следующем. Так все-таки Армения подписала капитуляцию в 2020 году, либо нет? Потому что мои собеседники считают, что да. Я считаю, что Армения не подписывала капитуляцию, что то соглашение, которое подписала Армения трехсторонняя, это было соглашение о понимании с Азербайджаном после победы Азербайджана в 44-дневной войне, но не договор капитуляции. Как вы считаете? Трехсторонние заявления от 9-го, 10-го ноября 2020 года – это акт капитуляции Армении в этой войне. Потому что то, что произошло, это была настоятельная просьба Армении, поддержанной Россией, остановить военные действия и сдать все те позиции, которые Армения оккупировала в течение 30 лет противостояния с нами. Поэтому мы четко говорим, что это акт капитуляции в войне против Азербайджана. Это однозначно. Но следует разделять агрессивные и устремления Армении и ее территориальные претензии. Причем мы не ограничиваемся, глядя на Армению только территориальными претензиями с ее стороны. Мы видим здесь и претензии на историю, претензии на культуру, претензии на кулинарию, претензии на нашу музыку, претензии на очень-очень многие сферы, потому что то, что мы испытываем, вот ту агрессию, которую мы испытываем на протяжении очень многих лет, более двух столетий, мы четко понимаем, что от этих устремлений армянскому обществу, армянству очень трудно будет отказаться. И она практически на сегодняшний день не отказалась. Поэтому, проиграв в войне, капитулировав в войне, освободив часть наших территорий без единого выстрела, потому что это была капитуляция, и они освободили эти территории, капитулировав перед нами, армянство, тем не менее, не отказываются от своих устремлений, своих притязаний на все остальное. Посмотрите, какой объем информации и насколько усилилось их информационное воздействие на окружающий мир. Посмотрите, каждый день мы выявляем какие-нибудь кражи их со стороны в сфере нашего музыкального искусства, претензии на наше кулинарное искусство, кулинарию, и очень много других фактов на истории. Это все фейки, которые распространяются в интернете, и это практически информационная война в отношении Азербайджана, она продолжается. Поэтому капитуляция в ходе войны, это еще не есть капитуляция, скажем, в своей идеологии, они не капитулировали о своей идеологии, не отказались от этого, и они продолжают вот эту идеологическую войну с нами, информационную войну. Профессор Ильич, я почему, собственно, поднял этот вопрос, сам объяснял. Дело в том, что devil hides in details, то есть дьявол покроется где-то там. Что я имею в виду? Вот, например, когда-то Украина подписала депутатическим меморандумом знамени, это со странными грантами, а потом, спустя 20 лет, когда Россия наказировала прям, мы достали эту бумагу, показали, ну вот же подписи стоят, подписи стоят, а где же гарантия? Ну, минуточку. Это не гарантия, это assurance, это заверение. Вы чувствуете разницу между гарантией и assurance? Ну, я имею в виду, это был один из, скажем так, формально-юридических аргументов наших так называемых партнеров, которые отказались, по сути, помочь Украине отстоять свою территорию в борьбе с российской агрессией и оккупацией. Опять же, ссылаясь на юридическую казуистику. Собственно, экстраполируя тот пример на трехстороннее заявление. Да, мы недаром говорим о трехстороннем заявлении, потому что договор о капитуляции – это договор, где написано, условно говоря, я, условно говоря, пам-па-па-пам, представляю государство Армении, капитулирую, пам-па-пам, в войне с Азербайджаном. Ведь сорока четырневная война – это, если я не ошибаюсь, была спецоперация со стороны Азербайджана. То есть и формально, даже войну в обе стороны они не объявляли. Потом трехстороннее заявление, которое они подписали вместе с Россией – это заявление, да, на котором Армения брала на себя ряд обязательств, в том числе по ключу коммуникации. Но, по сути дела, это заявление – это не было как бы соглашением в форме капитуляции, которое бы ограничивало Армению возможности лица вооруженной силы, возможности, значит, иметь наступательный потенциал, там, ракеты, дроны и так далее. Это всего-то не было. То есть я к чему говорю? Мы можем с вами считать, что это акт капитуляции, политически оценивать акт капитуляции, но юридически Армения несет абсолютно никаких обязательств перед Азербайджаном в отношении развития своего военного потенциала. Ну, прежде всего, в отношении трехстороннего заявления. Трехстороннее заявление – это один из видов международных договоров в данном случае. Почему мы говорим о том, что это договор? Потому что содержащаяся в этом заявлении норма является нормой международного права. Это нормы, обязательные для выполнения. Это нормы, которые влекут за собой права и обязанности для сторон. Поэтому это источник международного права, это источник дальнейших действий для тех сторон, которые подписали это соглашение. То есть в данном случае я могу вам привести пример. Международные договора именуются по-разному. Соглашение, договор, трактат, конвенции и так далее. То есть очень много разных названий у международных соглашений, и это один из них. Его международные договоры определяют те нормы, которые у нас соответствуют. Простите, профессор Лейфа, но тут ремарка небольшая. Но ведь любой международный договор должен быть противописирован сторонами. Если на то предусмотрено соответствующее положение Конституции, потому что страны бывают монистические и бывают дуалистические. То есть в форме, скажем, у одних стран международного права не нуждается, нормы международного права в ратификации, а в других странах нуждаются. То есть без решения парламента, по сути, нормы международного права не могут иметь прямого воздействия на национальное право и на отношение как бы внутри этого государства, я об этом говорю. То есть в Армении, если не ошибаюсь, необходимо ратифицировать соглашение, чтобы оно имело силу. Не все нормы международного права требуют своей ратификации. Не все соглашения международные соглашения. Поэтому не все соглашения будут ратификации. Поэтому в данном случае этот вопрос решается сторонами. Сороны сами определяют, ратифицировать его или они договариваются между собой. Поэтому ни одна из сторон на ратификацию этот документ не выносила. То есть это внутреннее дело. Это вопрос международной правовой техники. И в данном случае стороны не ставили вопрос о ратификации. И в самом заявлении это не предусмотрено. Поэтому невыполнение норм этого заявления невозможно и нельзя оправдывать тем, что этот документ не выносился на ратификацию. Под ним стоят подписи лидеров трех государств, которые взяли на себя обязательства и обязаны выполнять те обязательства, которые они на себя взяли. Невыполнение международных обязательств ставит лидеров этого государства, скажем так, мягко скажем, неловкое положение на международной арене. Таких лидеров не уважают. Таких лидеров, в общем, с такими лидерами обычно стараются не иметь дела. Ну, я имею в виду порядочные лидеры других государств, порядочные государства. Поэтому здесь каждый должен делать свои вопросы. Ну, вы знаете, про Песаралей, по моде, например, премьер-министр Индии, сложно назвать непрядочным человеком. При этом он летает в Москву президент, который, я имею в виду Россию, он неоднократно говорил о незыбленности, дружбе и строительстве между Украиной и Россией. Слово было типа царованной Госдумой. Но Россия на него наплевала и аннексировала Крым. То есть Россия нарушила свое слово. При этом к ней постоянно продолжают летать. И премьер-министр Пашляна, президент Олимпы, и премьер-министр Моди, и его президент в Сирии Башар Ассад и многие другие. Поэтому, как видим, в реальности международное право работает не так, как на бумаге. Ну, вы понимаете, в чем дело. Я не имел в виду в данном случае все международное право. Я имел в виду в данном случае тот случай, когда человек подписал соглашение, и его не выполняет в данном случае. Вот я имею в виду, вы образили, я не называл никаких имен. Я говорил о том, что имеет место в данном случае. Поэтому здесь по поводу международного права использования, я чуть-чуть позже вернусь к этому, кстати. И здесь, я думаю, что вот этот момент, он является достаточно важным для того, чтобы понять, с кем мы имеем дело. На протяжении всей истории подпись армянских лидеров армянского государства под тем или иным документом не имела никакого значения абсолютно. Потому что все равно нарушить подписанный документ для них, в общем-то, ничего не стоило. В ходе, допустим, первой Карабахской войны, где я был свидетелем, в общем-то, и очень, скажем, находился в непосредственном, скажем, участии в этих событиях, я должен вам сказать, что неоднократно заключались соглашения о перемирии при остановлении огня на том или ином участке фронта, на том или ином этапе ведения боевых действий. И подписывалась бумажка, достигалось соглашение, тут же после этого оно буквально моментально нарушалось армянской стороной. И никто, в общем-то, за это не нес ответственности, это не рассматривалось как нечто нестандартное, необычное, не проводились расследования там вот этих нарушений и так далее. Просто они продолжали делать свое дело по оккупации этих территорий. Там были определенные условия, там были определенные покровители, там были определенные, в общем-то, силы, которые были заинтересованы в этом. Мы все это знаем, помним, понимаем. И, тем не менее, в общем-то, в конечном итоге субъект, с которым мы имели дело, это была Республика Армения и ее политические деятели. И их подпись, их договоренность ничего не стоили. Поэтому четко понимаем, с кем мы имеем дело. Теперь то, что касается международного права. В последнее время мы уже говорили об этом, я тоже говорил неоднократно. Мы встречаемся с подменой понятия международного права на правила международного порядка, которые, в отличие от международного права, непонятно кем устанавливаются, где принимаются. И, в принципе, нигде не опубликованы. Посмотрите в интернете, вы не найдете нигде, скажем, кодекс этих правил, какой-либо документ, в котором эти правила отражаются. Их просто называются правила. И кого-то, если хотят объявить, говорит, а он нарушает правила. Какие правила, никто не знает. А слово международное право, норм международного права как-то начинают забывать. Это, в принципе, очень серьезный удар по международным отношениям, по миропорядку. Почему? Потому что нормы международного права, они выработаны человечеством, они согласованы государствами, подписаны, приняты и ратифицированы государствами в большинстве случаев. И выполнение их, в общем-то, это следование человеческому опыту, накопленному на протяжении столетий. А правила, которые кто-то устанавливает, а может даже известно, кто устанавливает, в общем-то, эти правила, они никем не утверждались, никем не вырабатывались, кроме того, кто их диктует. Поэтому здесь нам, к сожалению, в общем-то, приходится вконстатировать этот факт. А когда речь идет о международном праве, кто-то пытается нас убедить в том, что оно сегодня не способно регулировать отношения, оно сегодня, в общем-то, не отвечает требованиям сегодняшнего дня и так далее. Но в любом случае, если законы, если правила, если нормы, право, они устаревают, их надо в определенном порядке, какой был установлен раньше, пересматривать, менять, совершенствовать и так далее. Но ни в коем случае не перечеркивать их всех и вместо него устанавливать чей-то диктат. Поэтому я вижу изменения в этом мире только одним путем. Таким путем, когда государства придут к общему, к единому мнению, вернуться к нормам международного права, разговаривать друг с другом на основе этих норм международного права, соблюдать общие принципы международного права. Это равенство государств, невмешательство во внутренние дела друг друга, территориальная целостность государств. То есть, когда эти принципы будут вновь взяты на вооружение, я думаю, что мы можем преодолеть вот эти кризисы, мир восторжествует. Но, к сожалению, пока мы вот этих устремлений со стороны лидеров великих держав не видим. Если бы это было, то мы бы уже жили, в общем-то, в мирном пространстве. Вот такое мое мнение по этому поводу. Господин Олег. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой. Поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Господин Олег, последний вопрос, который я хочу задать, он, собственно, касается последних заявлений, которые мы слышим со стороны России. Россия прозрачно угрожает Армении, что Армения может получить территориальные проблемы, перестать контролировать часть своей территории. Ну, как Украина. То есть, по сути, идет намек на внешнюю агрессию со стороны России в адрес Армении. Так же, как это было в случае с Украиной. Поводом стало сближение Армении с Серпейским Союзом, приборы либерализации злорежима. Очевидно, что Армения получит безвизовый, значит, граждане Армении на территорию есть. И это не может не... И это не может не... раздражать Москву, судя по всему. Как вы считаете, вот то, что мы слышим, вот эти вот угрозы со стороны Москвы, это какие-то патентные угрозы? Ну, а что может сделать Армения, если Армения? То есть, что может делать Россия по отношению к Армению, если у них нет вообще границ? Либо все-таки у России есть рычаги давления на Ереван. Ну, надо еще сказать, что Ереван является одним из каналов поступления незаконного импорта на территорию России. То есть, Россия в какой-то степени зависит от Армении. Есть ли рычаги давления реально на России, которые могли бы повлиять на Армении? Либо Россия будет действовать с помощью, например, Турции, либо Азербайджана, пытаясь, ну, скажем так, дестабилизировать Армению, наказать Армению, лишить Армению часть территории? Как вы считаете? Я думаю, что сегодня Армения находится в сусланговой ситуации. То есть, она не может оторваться от России, с одной стороны, и в то же время не может отказаться от западных устремлений своих. Пашинян ставленник Запада, поэтому понятно его стремление, значит, переориентировать Армению. Но в то же время мы четко понимаем, что при той ситуации, в той ситуации, в которой находится Армения, в той зависимости, которая находится Армения от России, так легко оторвать Армению от России не удастся. Ну, например, посмотрите, вот мы говорим о том, что начинается сотрудничество Армении в военной сфере с Западом, и в это же время Армения никак не может выйти из ОДКБ, а может быть даже и не хочет выходить оттуда. Вот эта ситуация, когда Армения является слугой двух господ, она будет продолжаться еще длительное время, и я думаю, что мы еще очень много чего увидим, потому что при том, что России в Армении принадлежат основные предприятия, что там ходят железнодорожные вагоны, пути, принадлежащие российской железной дороге, при том, что газовое обеспечение Армении осуществляется в России, причем по льготным ценам, да и, в общем-то, десятки других позиций, по которым Армения зависит от России, все это бросить и перейти в объятия Запада в то время, когда непонятно, что он тебе даст этот Запад. Армении на это очень, так сказать, я думаю, что тяжело будет переходить, и я думаю, что здесь в данной ситуации выскренность этих моментов поверить очень тяжело. Ну, например, я вам приведу один пример, который вызывает вопрос и требует расследования. Например, посмотрите, у вас в Украине вот те же самые артиллерийские установки, самоходные артиллерийские установки Цезаря, были поставлены Францией в количестве 30 штук, и 19 Цезаря вам поставила Дания. Там одну или две установки вы потеряли в ходе боевых действий, остальные и действуют. У вас есть еще заказы и просьба поставить эти установки вам со стороны Франции. В это же время Армения делает заявление о том, что она готова и хочет получить эти 30 установок со стороны Франции, и Франция, в общем-то, как-то не отказывает ей в этом. Как, по-вашему, что это такое? Ну, это то же самое, что... Осилит бюджет Армении в данной ситуации вот это оружие, которое она запрашивает у Франции? А может, это делается для того, чтобы это оружие не попало в Украину? Нет, ну, господин Вучич, например... Армения является союзником России по ОДКБ. Да. Армения находится в зависимости от России, и от этой зависимости она еще не ушла. А Россия... Просто я что-то хочу сказать, что Вучич, например, президент Сербии, он, несмотря на, скажем так, серб-российские предупрежденные отношения, он недавно, ну, согласился с тем, что сербское оружие, оно воюет в Украине, но это же не Сербия его туда поставил, это кто-то купил это оружие и поставил в Украину. А Сербия вправе его продавать. То же самое касается, например, и Словакии. Недавно Фицца, потому что мы знаем, что бесплатная Фицца не помогает Украине, но он подтвердил, что да, из словацкого бюджета нужны эти деньги, куда отойдет оружие, куда оно идет, никого не интересует. То же самое вот и Франция, я тоже хочу зарабатывать, в общем-то, первые на рынке вооружения. Нет, я не против этого. Но это оружие ждет в Украине. Да. И в этот момент его хочет приобрести Армении, и Франция говорит, что до ближайшего времени мы вам поставим. Но при этом производство этих САУ, самоходных установок во Франции, оно в очень ограниченном количестве. Их всего в мире порядка 500 штук. И для производства такого количества требуется очень длительное время. Поэтому кому оно сейчас в данном случае нуждение? Украине или Армении? И не делается ли это для того, чтобы это оружие не попало в Украину? Ну, подумайте об этом. Поэтому я думаю, что здесь это очень серьезный аргумент в этом плане. И по некоторым другим позициям то же самое. Если проследить, как Армения, какие заявления она делает и как она. Почему она купила те бронемашины, которые Украина даже бесплатно не взяла? Подумайте об этом тоже. Так что здесь есть моменты, которые, в общем-то, достаточно, если внимательно приглядеться к ним, могут показать, что Армения не так уж искренне в своих отношениях с Западом. Поэтому здесь термин «слуга двух господ» очень хорошо подходит. Слушайте, господин Али, вы же очень профессиональный дипломат, очень профессиональный даже по вашему поведению в эфире. Спасибо. Вы профессиональный человек. Спасибо за внимание. Да, вы просто, знаете, забудем на секунду, что вы из Азербайджана, что вы ангажированное лицо. Вот посмотрим просто со стороны. Не кажется ли вам, что Армения сейчас играет в очень, скажем, опасную игру при всей симпатии, кстати, к Армении? В чем она заключается? То есть Армения ходит с козырей. То есть Армения демонстративна и делает очень много демонстративных заявлений. То она выходит из ДТБ, то она подписывает заявление в визу о либерализации, то Армения, скажем, налаживает отношения с самими. При этом по шлям летают в Москву. При этом демонстративно не едут депутаты на государственную парламентскую ассамблею СМД. Ну то есть очень много, скажем так, таких жестов по типу разбить тарелку прямо перед лицом мужа, да, либо жены. Ну вот в семейной жизни. Вот насколько рациональна подобная дипломатия, когда ты постоянно ходишь с козырей и как бы работаешь с мудровым? Ну вот, понимаете, вот вы сами, собственно говоря, задавая вопрос, отвечали на него. Я сейчас буду говорить, я буду говорить то, что, в общем-то, не будет отличаться от того, что сказали вы. Но при этом меня назовут ангажированным, потому что я азербайджанец, потому что я все эти годы точно так же, как и все, воевал с армянами за свою страну, за территориальную целостность. И меня бы назовут ангажированным. Но я буду говорить то же самое. Посмотрите. Я говорю о том, что армяне постоянно делают фейковые заявления. Они фейковые. Вы имеете в виду неподкрепленные действия? Абсолютно неподкрепленные. Потому что, говоря о том, что они хотят выйти из ОТГБ, они не сделали ни одного реального движения. Нет обращения ОТГБ о выходе из его состава. Они говорят, что они идут на Запад. Они хотят строить отношения с Западом. Они хотят в Европейский Союз. При этом они не заявляют о выходе из ЕАЭС. Но в это же время они председательствуют там и решают очень много вопросов в своих интересах. То есть они углубляют сотрудничество с ЕАЭС. И говорят, что они хотят в Евросоюз. Они прекрасно понимают, что никто их сегодня в Евросоюз не примет, хотя бы потому, что есть пример Украины, Молдовы, Грузии и так далее. Эти страны, которые уже подписали соглашение об ассоциации, они сегодня тоже находятся под вопросом приема в этом. Но они говорят, что мы хотим в ближайшее время войти в Евросоюз. Буквально в течение пары лет. То есть они прекрасно понимают, что этого не будет. Но они делают это заявление. Вот подобного мода заявления у них... Посмотрите, Пашинян сначала заявлял о том, что Карабах – это Армения и точка. Потом начал говорить, что Карабах – это Азербайджан. Он говорил о том, что мы собираемся менять Конституцию. Потом говорит, что мы Конституцию менять не будем, потому что этого хочет Азербайджан. Ну, о чем говорить тут, понимаете? Здесь назвать меня сейчас в этом случае ангажированным – нет. «Все, что я сказал, все это факты». То есть здесь ни одного, скажем, выдуманного азербайджанцем или азербайджанской стороной чего-то нет. Я перечислил только те факты, которые имеют место. Поэтому вся политика Армении – это фейк. Вся история тоже. Об этом уже говорили, мы говорим и будем говорить. Вот есть всемирная история, которая признана всеми основными странами мира. И в этих странах есть учебники. Какие-то маленькие, скажем, исторические факты могут отличаться трактовкой. Там, скажем, кто-то с кем-то не согласен по каким-то политическим, национальным причинам и так далее. Это естественный процесс. И во всемирной истории, конечно, есть расхождение во взглядах на те или иные исторические факты. Но есть история Армении вот в этой всемирной истории. И она находится в параллельном мире. Она параллельна этой всемирной истории. Она написана параллельно. Когда начинаешь сопоставлять те исторические факты и те исторические личности, которые называют армяне, то они просто не сходятся. Это разные плоскости. Понимаете? То есть это две разные истории. Есть всемирная история и есть история, написанная армянами. Вот поэтому здесь это тоже такой же большой фейк. И этот фейк, он все время тиражируется в СМИ, тиражируется в интернете. И мы встречаемся, в общем, с изложением таких исторических фактов, событий и так далее, которых вообще во всемирной истории нет и не было. То есть пару таких очень серьезных вопросов, они выбивают всю почву из-под ног. Если у вас было столько царей, то где их могилы? Если у вас было государство, то где ваши армянские монеты? Это то, что не исчезает в истории, это сохраняется в том или ином виде. Так этого нет. Ни могил царей нет, ни монет нет. Если Ереван такой древний город, почему там нет хотя бы развалин от этого города? Понимаете, вот здесь есть очень много фейков, которыми наполнен и интернет, и средства массовой информации. Поэтому все построено на фейках. На фейках построена их история, на фейках построена их идеология, и на фейках построена вот сегодняшняя политика. Поэтому она очень опасна. И подпись, под которую ставит тот или иной армянский лидер под каким-либо документом, она ничего не стоит. Ну что ж, спасибо вам, профессор Алиев, за то, что вы сказали свою точку зрения. Друзья с нами был чрезвычайно полномочный посол. Чрезвычайно полномочный посол в свое время в Друзии в Молдове. Республика Азербайджан. Доктор этических наук. Профессор Алик Алиев. Спасибо вам большое. И до встречи. Спасибо, Михаил. И вам удачи. Всего доброго.